Ну, можно начать, на самом деле. Вечер, дорогие слушатели. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Яаков пришел в Египет со всей своей семьей. Происходит встреча Яакова с Йосефом, и Йосеф упал на шею его и плакал на шее его еще. И сказал Исраэль Йосефу, умру на этот раз, после того, как увидел я лицо твое, что еще ты жив. Но помимо нежных семейных таких событий, перед Йосефом стоит важная задача. Он хочет поселить семью Яакова, поселить всех своих братьев, изолированно. Он хочет образовать первое в мире еврейское гетто, чтобы они жили вполне обеспеченно, в полном достатке, но чтобы ни отец, ни братья никоим образом не мешали Йосефу осуществлять вот эту знаменитую свою египетскую перестройку. И поэтому сказал Йосеф братьям своим и дому отца своего, поднимусь и расскажу поро и скажу ему. «Братья мои и дом отца моего, который в стране Кнаан, пришли ко мне, а мужи – пастухи мелкого скота, потому что скотоводами были. И мелкий скот, и крупный скот их, и все, что у них привели, и будет, когда позовет вас поро и скажет, каковы занятия ваши, и скажете, скотоводами были рабы твои с юности нашей и до сих пор, и мы, и отцы наши, ради того, чтобы поселились бы в стране Гошин, потому что мерзости Египта – всякий пастух мелкого скота». Мы помним с вами, обсуждали несколько раз, что Египет – это цивилизация земледельческая, пшеничная цивилизация. Земледельцы – это люди в Египте уважаемые, а скотоводы – презираемые. И вот, представив своих братьев и отца как скотоводов, Йосеф хочет их поселить в отдельном таком месте. Не надеясь на то, что скажут братья и скажет отец, Йосеф сам отправляется к фараону, чтобы предупредить всякие возможные разногласия. «И пришел Йосеф и рассказал Паро, и сказал, отец мой и братья мои, и мелкий скот их, и крупный скот их, и все, что у них, пришли из страны к Наан, и вот они в стране Гошин». То есть, в Дельте Нила. Далее Йосеф не хочет представлять всю свою семью фараону, он отбирает тех, кто беспрекословно выполнит его задание. «И с края братьев своих взял пять мужей и представил их перед порогом». То есть, кто такие пять мужей с края братьев? Ну, слово «край» можно понять двумя способами. Во-первых, край самый маленький, да? Самый маленький – это Бениамин, но он один. А кто еще четверо могут составлять край? Совершенно очевидно, что эти четверо – это сыновья служанок. То есть, не вполне, так сказать, достаточно знатные. Это не сыновья Леи, не сыновья Рахеля. Сыновья служанок, они, конечно, будут выполнять все, что любимый сын Рахеля, да еще премьер-министр Египта им скажет. Итак, вот эти пятеро представил их перед Паро. Йосеф представил. «И сказал Паро братьям его, каковы занятия ваши? И сказали Паро, пастухи мелкого скота рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали Паро, пожить в стране пришли мы, потому что нет пастбища для мелкого скота, который у рабов твоих, потому что тяжел голод в стране Кнаан, а сейчас поселятся, пожалуйста, рабы твои в стране Госа». Значит, действительно, вот эти пятеро братьев пунктуально выполняют поручение Йосефа предстать перед фараоном в качестве пастухов. И обратим внимание еще на один оборот. Сказано «пожить в стране пришли мы». То есть речь братья ведут о временном проживании на период голода. Только вот переждать период голода в плодородной земле Гоша. Фараон даже не отвечает братьям ничего. Он обращается к Йосефу. И сказал Паро Йосефу, сказав. «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Страна Египет пред тобою она. В лучшей земле посели отца твоего и братьев твоих». Значит, фараон обращает внимание Йосефа на то, что в Египет пришли не просто странники, не просто изголодавшиеся к наонейцы, а пришли близкие Йосефа, премьер-министра Египта. И они пришли не просто в Египет, а именно к Йосефу. И, следовательно, поскольку Йосеф занимает должность второго человека в Египте после фараона, то ко всем его родственникам отношение должно быть соответствующее. Потому что отношение к родным Йосефа – это производное от отношения к Йосефу. И поэтому фараон требует поселить их в наиболее плодородной части Египта. Значит, страна Египет пред тобою она. Йосеф – главный управитель Египта. Поэтому в лучшей земле посели отца твоего и братьев твоих. И вот здесь в Торе очень интересный оборот. Обычно у нас пасук – это одно предложение. А здесь длинный пасук разделён точкой. И в канцеляциях чтения там стоит длинная пауза. То есть, значит, читается это примерно так. «Страна Египет пред тобою она. В лучшей земле посели отца твоего и братьев твоих. Точка, пауза, пауза, пауза». А потом фараон продолжает. «Пусть поселятся в стране Гошин. И если знал ты, и есть среди них мужи способные, и поставишь их начальниками скота, которые у меня». Значит, наши мудрецы говорят, что эта пауза маскирует обращение Йосефа к фараону. То есть, когда фараон говорит Йосефу «посели их в лучшей земле, ты хозяин Египта и распорядись, уважение к твоим родственникам должно соответствовать уважению к тебе», Йосеф ему объясняет, что поскольку они пастухи, то лучшая земля для них – это не земледельческие районы и не столичная область, а лучшая земля для них – это та, где пастбище. Аргументация Йосефа фараонам принимается, и поэтому фараон ему отвечает – пусть поселятся, если ты говоришь, что надо их поселить в стране Гошин, пусть поселятся в стране Гошин. Но и заодно из них можно выбрать пастухов для стад фараона. Представление фараону Йосеф проводит отдельно. Вот эти пятеро отобранных братьев отдельно и Яаков отдельно. Йосеф опасается, что если представить всех вместе и всех сразу, то дискуссия может отправиться в непредсказуемом направлении. Поэтому вот разобрались с сыновьями, фараон уже определил место проживания в стране Гошин, уже организовано вот это вот первое еврейское гетто, и дальше Йосеф, как опытный царедворец, ставит следующую сцену. Действительно, оборот вполне уместный. Он её ставит как театральный режиссёр. И привёл Йосеф Яакова, отца своего, и поставил его перед Паро, и благословил Яаков Паро. То есть, здесь Яаков, так сказать, абсолютно страдательный вот такой вот субъект, а руководит процессом Йосеф. Привёл, поставил и благословил Яаков Паро. Значит, если мы представим себе эту сцену во дворце фараона, то достаточно очевидно и вполне соответствует, так сказать, этикету того времени, что для благословения фараон встаёт перед Яаков. Отношение фараона к Яакову, оно является, так сказать, результатом отношения фараона к Йосефу. Если Йосеф умеет разгадывать сны, если Всевышний делает успешным все его начинания, если Йосеф спасает Египет, то тем более великий пророк Яаков, отец и воспитатель Йосефа, гораздо больше может и умеет, чем сам Йосеф. И поэтому фараон просит благословения у Яакова и благословил Яаков Паро. То есть в этой сцене, вот так вот театрально срежиссированной, Яаков оказывается даже более важным, чем Паро. И сказал Паро Яакову, сколько лет жизни твоей? Ну, вопрос совершенно нелогичный. Но, наверное, Йосеф уже подготовил встречу не только в смысле вот таком режиссерском, но он еще и предупредил фараона, что отец очень стар, он уже отошел от дел, поэтому, получив благословение, фараон не ожидает каких-либо серьезных метафизических вопросов, а исполняет обычный долг вежливости, ну, интересуется возрастом Яакова. Вообще говоря, фараон молод, и из нескольких мест в Торе мы видим, что фараон достаточно молодой, потому что мы помним, что в предыдущей главе фараон называл Йосефа своим отцом. То есть, вероятно, фараон младше Йосефа. И Яаков для него действительно очень уважаемый патриарх. И сказал Яаков поро, «Дни лет проживания моего – тридцать и сто лет. Малы и плохи были дни лет жизни моей, и не достигли дней лет жизни отцов моих в дни проживания их». Жизнь Яакова прошла через тяжелейшие испытания. И эти испытания, они преследовали Яакова буквально на каждом шагу. Если женитьба Авраама женился, и всё, и вот у него есть жена Сара. Да, конечно, там были проблемы с беременностью, так сказать, не сразу родились дети, но, тем не менее, сама по себе женитьба не вызывает никаких трудностей. Или у Ицхака. Привезли Ицхаку невесту, он на ней женился и полюбил Ривку, так сказать, опять никаких проблем. То сама женитьба Яакова была проблемной. И детей не было. И, подобно Аврааму, он вынужден был сначала иметь детей от служанок. И если Тора нам, в общем-то, не говорить о том, откуда возникло первоначальное богатство Авраама, так сказать, вот достаточно был богат, обеспечен, и всё. Если богатство Ицхака возникло само собой, он получал невероятные урожаи, его слуги открывали колодцы с водой, то есть вся материальная сторона дела у него шла очень хорошо, то борьба за экономическую независимость далась Яакову очень трудно. И после того, как он уже женился и уже достиг экономической независимости, его 12 детей доставляли ему не только радости, но и большие огорчения. Здесь и история с Диной и уничтожением схема, и конфликт между братьями, и, так сказать, вот имитация гибели Йосефа, которая на долгие годы сделала жизнь Яакова очень тяжёлой. То есть жизнь Яакова называется проживанием. Это та цена, которую Яаков заплатил за рождение и воспитание колен Израиля. И в этот момент беседы Йосеф чувствует, что разговор может пойти в нежелательном направлении. Здесь Яаков уже вспоминает жизнь от своих отцов. Сейчас он может дойти до разговора про Элогим, про то, что только в стране Кнаан будет обеспечено благополучие еврейского народа. Поэтому Йосеф принимает меры, чтобы беседа была прекращена. Он, вероятно, просто вмешивается в беседу. Что-то такое типа «отец устал с дороги, пора отдохнуть». Значит, он не хочет, чтобы беседа продолжалась дальше. И благословил Яаков Паро, и вышел от лица Паро. «И поселил Йосеф отца своего и братьев своих, и дал им владение в стране Египет, в лучшей земле, в стране Рамзес, как приказал Паро». Раша считает, что страна Рамзес – это одна из областей земли Гошин, что все это происходит в дельте Нила. То есть, когда мы говорим здесь, Тора говорит о том, что поселил Йосеф отца в лучшей земле, то речь идет о том, что эта земля лучшая для скотоводов. «И содержал Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по детям». То есть, по численности каждого семейства Йосеф обеспечивал пропитание своей семьи. А хлеба нет во всей земле, потому что тяжел голод очень, и изнурилась страна Египет и страна Кнаан от голода. То есть, голод всеобщий, он распространяется не только на Египет, но и на окружающие страны. И вот поселившим своих братьев и отца в еврейском гетто в земле Гошин, Йосеф начинает свою программу перестройки Египта. Его задача – оторвать египтян от идолопоклонства и разврата и вырастить, как это говорили в советские времена, новую общность людей. В целях всеобщего перевоспитания необходимо, во-первых, лишить людей частной собственности. В условиях голода сделать это очень просто. Значит, вот. Сейчас мы покажем на экране. И собрал Йосеф все серебро, находящееся в стране Египет и в стране Кнаан, за хлеб, который они покупают, и принес Йосеф серебро в дом-паром. То есть, для начала из обращения изымаются деньги. Все серебро находится в доме-паром. Значит, деньги собраны и в самом Египте, и в других странах, а дальнейшая экспроприация собственности относится только к египтянам. И кончилось серебро из страны Египета, из страны Кнаан, и пришли все египтяне к Йосефу, сказав «Дай нам хлеба, и зачем мы умрем перед тобою, потому что закончилось серебро?» И сказал Йосеф «Давайте скот ваш, и я дам вам за скот ваш, если закончилось серебро». Понятно, что скот египтянам в этой ситуации не особо нужен, потому что кормить скот особо нечем. И привели скот свой к Йосефу, и дал им Йосеф хлеб за лошадей, и за скот мелкий, и за скот крупный, и за ослов, и снабжал их хлебом за весь скот их в год тот». Значит, вероятно, это идет четвертый год голода, и Йосеф за хлеб покупает у египтян весь скот. И скот, который идет на еду, скот мелкий, скот крупный, и скот рабочий, лошадей, и скот транспортный, ослов, то есть египтяне целиком и полностью лишились своего скота. И закончился тот год, и пришли к нему в году следующем, и сказали ему, «Не скроем мы от господина моего, что вот, кончилось серебро, и скот господину моему не осталось перед господином моим, кроме как тела наши и земля наша? Зачем мы умрем перед глазами твоими, и мы, и земля наша?» Ну, значит, этот оборот надо понимать так, что земля сегодня ничего не рожает, голод, засуха, но если мы умрем перед глазами твоими, то также умрет и земля, потому что даже когда она станет плодородной, не будет людей, которые могут ее обрабатывать, которые могут ее обрабатывать. Поэтому египтяне говорят так, «Купи нас и землю нашу за хлеб, и будем мы, и земля наша, рабами поро, и дай зерно, и будем жить, и не умрем, и земля не опустили». И купил Йосеф всю землю Египта для поро, потому что продали Египет муж поле свое, потому что силен над ними голод, и стала земля у поро. И вот это вот кормление за землю, это надо понимать шестой год голода, шестой неурожайный год. Но мало того, что Йосеф купил землю Египта для поро. Дело в том, что в отличие, скажем, от серебра, которая, так сказать, в те времена уже вполне себе выполняла функции денег, и если какой-то определенный вес серебра переходил от одного человека к другому, то, так сказать, ну вот, деньги переданы, нет никаких проблем, то земля, поле, родники, колодцы, река, все это были не только недвижимость, средства производства, определенная ценность, но это были еще объекты религиозного культа. Человек жил рядом со своим полем, и у него был соответствующий идол, отвечавший за это поле, и другой идол, отвечавший за родник, и третий идол, отвечавший за, скажем, охотничьих животных в лесу, и так далее, и так далее. Соответственно, божества рек, божества озер, каждый природный объект, он сопровождался каким-то идолом. Поэтому то, что земля формально перешла к фараону, в глазах людей, вот в их исторической памяти, все равно это была земля какого-то рода, какой-то семьи, какого-то племени, с каким-то идолом, и поэтому Йосеф делает еще один важный шаг, он отрывает египтян, от их наследственных полей. И народ перевел его в города с края границы Египта и до края его. То есть Йосеф проводит такое великое переселение. Каждый египтянин теперь живет не на краю своего наследственного поля, где жили его деды, прадеды и так далее, а он живет просто в стране Египет, на земле принадлежащей фараону и не более чем. То есть вся возможная собственность приобретенная, купленная, унаследованная, вся эта собственность из рук египтян изъята. только землю коинов не купил, потому что доля коинам от поро и будут есть долю свою, которую дал им поро, потому не продали землю свою. Очень важный момент. Здесь объясняется, почему любая подобная программа перестройки неизбежно терпит провал. Всегда сохраняются в той или иной мере носители народной традиции. Будь это коины священнослужители, которые имели привилегии от поро и сохранили свои привилегии, несмотря на все преобразования ЕСФа. Или скажем, какие-то буржуазные специалисты в СССР, без которых общество существовать не может. Любая диктатура пролетариата требовала своих ученых, врачей, учителей и так далее. То есть власти вынуждены были делать какие-то послабления и не делать свои реформы окончательными. И всегда остаются какие-то семена памяти, благодаря которым, как мы узнаем в следующей книге, и встал парол, который не знал ЕСФа. То есть в какой-то момент, уже после смерти ЕСФа, после смерти вот этого руководителя реформ, если сохраняются семена памяти, то вполне возможна ситуация, что встанет фараон, который не знал ЕСФа. И это приведет к падению навязанной системы. То есть можно всех людей заставить в течение какого-то времени исполнять правила, навязанные извне. Но если эти правила не приняты самим народом, если эти правила не являются продуктом, как говорил Руссо, общественного договора, то какова бы ни была диктатура, заставляющая эти правила изменять, рано или поздно эта навязанная система рухнет. И сказал ЕСФ народу, вот, купил я вас сегодня и землю вашу для порогов. Вот вам зерно и засевайте землю. Значит, я еще раз подчеркиваю, что засевать не свой наследственный участок, а засевать произвольный кусок земли, который выдал в пользование фараон. Именем фараона эта земля выдана в пользование. И будет в урожай, и дадите пятую часть поро, а четыре доли будут у вас для зерна поля, и для еды вашей, и тех, кто в домах ваших, и для еды детей ваших. Значит, обратите внимание, что вот эта вот система продразвёрстки, когда весь урожай тучных лет Йосеф изымал и накапливал в хранилищах, эта система заменяется для нормальной жизни на обычную систему налогообложения. При этом общий налог, ну, так сказать, поскольку Египет это цивилизация пшеничная, цивилизация земледельческая, то налогооблагаемая база это прежде всего урожай. Так вот, из этой налогооблагаемой базы изымается только пятая часть, 20%, четыре пятых, независимо от размера урожая, остаются в собственности земледельцев. это для посева, для жерна поля и для еды вашей, тех, кто в домах ваших, и для еды детей ваших. Обратите внимание, что система Йосефа по-своему вполне себе гуманна. Только 20% доходов изымаются в пользу фараона. Должен вам сказать, что из развитых кап-стран есть единственная в мире страна, а именно Швейцария, где на государственном уровне вот этот вот посуг 24-й перека 47-го книги Берешет записан, то есть это Конституция, что суммарный налог, выплачиваемый гражданином Швейцарии, а там есть налоги местные, есть налоги кантональные, есть налоги федеральные, там очень сложная система налогов, но в любом случае суммарный налог, который платит гражданин Швейцарии, не может превышать 20% от его дохода. В других странах ситуация гораздо хуже, скажем, в Германии при высоком доходе налог может составлять 65% дохода, в Израиле при высоком доходе налог может составлять 60% дохода, а вот так вот ограничиться 20% это очень-очень редкий случай даже сегодня, а Йосеф эту систему заложил. Таким образом, Йосеф объявил народу, что все они являются рабами, по сути дела, государства и будут работать вот по тому, как Йосеф им указывает. и пройдя через жуткий период голода, египтяне весьма довольны тем, что произошло и сказали «Оживил ты нас, найдем милость в глазах господина моего и будем рабами Паро». И положил это Йосеф законом до дня этого на землю Египта. Для Паро пятая часть. Только земля коинов одних не стала для Паро. Ну, мы с вами уже обсудили к чему это приведет в дальнейшем. И вот теперь я напоминаю, что братья Йосефа говорили фараону «Мы пришли пожить и переждать голод». А вот что написано теперь «И поселился Исраэль в стране Египет, в стране Гоша, и овладели ею, и плодились, и размножались очень». То есть потомки Исраэля уже не проживают, они укореняются на чужбине, они овладели землей, они очень сильно плодятся и размножаются, и они пришли не пожить, а они пришли вполне себе поселиться. Это особенность любого Галута, что придя в какую-то страну как беженцы, спасаясь от каких-то проблем, мы обычно там селимся и плодимся, и размножаемся, и вполне себе обладеваем страной. Так было в Египте, так было в Вавилоне, и так было во всех странах на нашем длинном пути двухтысячелетнем, что придя пожить, мы в конечном итоге селились. И жил Яаков в стране Египет семнадцать лет, и были дни Яакова, годы жизни его семь лет, и сорок, и сто лет, и приблизились дни Исраэля умереть. Значит, простите, почему в первом по сути сказано «И жил Яаков в стране Египет семнадцать лет», а во втором по сути «И приблизились дни Исраэля умереть». Яаков оказался в галузе, и собственно никакое экономическое благоденствие не может заменить национальной самостоятельности народа. Израиль потерял свою национальную самостоятельность, она возможна только на своей земле, в своем государстве, и поэтому он снова становится Яаковым. и то, что он стал Яаковым, вот эта вот фраза «И приблизились дни Исраэля умереть», ее можно понять двояко. Во-первых, приблизились дни смерти просто отца двенадцати колен, отца Йосефа, Яакова Исраэля. А во-вторых, в этой ситуации Галута может умереть вот эта наша национальная компонента. Мы можем стать уже не самостоятельным народом, а как, скажем, часто говорили про себя немецкие евреи в девятнадцатом и начале двадцатого века, мы не евреи, а мы немцы закона Моисеева. То есть, когда умирает национальная компонента, умирает Исраэль, остаются немцы, англичане, французы, Моисеева закона, и превращается это в совершенно жуткую вещь, потому что, скажем, Первая мировая война, одна из ее особенностей состояла в том, что евреи, граждане разных стран, евреи граждане Антанты и евреи граждане центральных держав, а в Германии и Австро-Венгрии евреев было много, а во Франции, в Царской России, в Англии евреев тоже было много, и вот эти евреи стреляли друг в друга, делая это со всей еврейской ловкостью и изобретательностью, евреи всегда были хорошими воинами, просто вот воспринимая себя как граждан своих государств, хотя может быть и Моисеева верость. Итак, и приблизились дни Исраэля умереть, и позвал сына своего Йосефа и сказал ему, если, пожалуйста, нашел я милость в глазах твоих, положи, пожалуйста, руку свою под бедро мое и сделай со мной милосердие и правду, пожалуйста, не хорони меня в Египте. Память о национальном достоинстве заставляет именно Исраэля, а не Яакова, просить похоронить его не в Египте, а рядом с отцами в пещере Махпела в Хевроне в Эрец Исраэль. И обратите внимание, как старый отец просит своего сына, пожалуйста, нашел я милость в глазах твоих, положи, пожалуйста, руку свою под бедро мою, пожалуйста, не хорони меня в Египте, и лягу я с отцами моими, и вынеси меня из Египта, и похорони меня в могиле. И сказал, Есеф сказал, я сделаю по слову твоему. Ну, вероятно, это для Яакова недостаточно, и сказал, поклянись мне, и поклялся ему, и распластался Исраэль во главу кровати. То есть, вот для этого диалога с Есефом он сидел на кровати, дальше силы оставляют его, и он ложится. И было после событий этих, и сказали Есефу, вот, отец твой болен. Впервые Тора говорит о болезни человека. Авраам, Ицхак умирали в глубокой старости, удовлетворенные днями, и они не проходили через тяжелые болезни. Просто в тот момент, когда Ицхак счел, что все его жизненные функции выполнены, он лег на кровать, вытянулся и приобщился к народу своему. Значит, а вот здесь впервые Тора говорит о болезни человека. Символика Галута, значит, а речь про дело-то происходит в Египте, то есть в Галуте, символика Галута – это ночь, болезнь, забвение, то есть, вот, пребывание в Галуте в национальном смысле, в духовном смысле – это глубокое и тяжелое заболевание. И сказал Йосефу, вот, отец твой болен. Кто сказал? Раши считает, что о болезни Яакова Йосефу сообщил один из его сыновей, который постоянно находился у деда. То есть, вероятно, там, меняясь, и фраем, и Минаша, постоянно осуществляли связь деда с Йосефом. И взял двух сыновей своих с собой, Минаша и Фраема, и рассказал Яакову, кто рассказал, а очевидно, вот этот, опять же, связник, и сказал, вот сын твой Йосеф приходит к тебе. И укрепился Исраэль, и сел на кровать. Значит, обратите внимание, заболел Яаков, а вот здесь сейчас укрепился Исраэль и сел на кровати. Приближение Йосефа с одной стороны делает Яакова Исраэлем. В глазах Яакова Йосеф как фараон, и с лидером государства должен говорить лидер народа. Не просто Яаков, а должен говорить именно Исраэль. Это с одной стороны. С другой стороны, укрепился Исраэль и сел на кровати. Он хочет в меру своих сил оказать максимальное уважение Йосефу. И задача, которую сейчас ставит перед собой Яаков, он начинает операцию, которую можно назвать возвращение. Яаков прекрасно понимает, он прожил в Египте 17 лет, он видел все, что делает Йосеф, он видел на какой социальной ступени стоят его дети, как Египет зависит от работы Йосефа. И для Яакова совершенно очевидно, он не питает никаких иллюзий, что Йосеф никогда при жизни, по крайней мере, в Кнаан не вернется. Он будет жить в Египте, он будет управлять Египтом, он умрет в Египте. И поэтому та задача, которую ставит Яаков Исраиль перед собой, это по крайней мере сделать так, чтобы потомки Йосефа и может быть даже потомки Эфраема и Минаше, то есть не сами, Эфраем и Минаше тоже, они по сути дела египетские принцы, они конечно останутся в Египте, но чтобы хотя бы их потомки заведомо ушли из Египта. И знаете, наши мудрецы много раз по самым разным поводам повторяют, что дела отцов это знак для сыновей. И то, что потомки Эфраема и Минаше ушли из Египта и пришли в Эрицисраиль и сделались двумя важнейшими коленами еврейского народа. Это позволяет нам надеяться, что где бы ни проживала еврейская семья в Германии, в Америке, в России, где угодно, и каких бы высот экономического и социального успеха не добилась бы эта еврейская семья в Галуте, все равно но мы уверены, что ее еврейские потомки раньше или позже, подобно потомкам Эфраема и Минаше, придут в Эриц и Сраиль. Совершенно не случайно, а вот именно благодаря вот этой истории, к которой мы сейчас приступаем, когда перед наступлением субботы отец семейства благословляет своих детей, то благословения девочки начинаются словами «Да уподобит тебя Господь Саре, Рифке, Рахеле и Лее», то есть нашим праматерям. А вот благословения мальчику не говорят «Да уподобит тебя Господь Аврааму, Исхаку, Веякову», а говорят «Да уподобит тебя Господь Эфраему и Минаше». То есть тем, кто, невзирая на все свои голубные успехи, вернулся в лице своих потомков в Эриц Исраиль. Итак, начинается операция по возвращению, если не самого Йосефа, то хотя бы его потомство в семью и в Эриц Исраиль, потому что то, что видит Яаков, это еще вдобавок одно огорчение к его жизни. И именно поэтому Тора отмечает особо вот эти 17 лет Яакова в Египте, что все это время семья живет в земле Гошен, а Иосеф живет в своем дворце в Мемфисе. Он создал гетто и отделил себя от семьи. Так вот, эта операция, которую сейчас проводит Яаков, это операция двойного возвращения, возвращения Йосефа или, по крайней мере, его потомков в семью и возвращения потомков в Эриц Исраиль. И сказал Яаков Йосефу, Эль-Шаддай открылся мне в Лузе в стране Кнаан и благословил меня. То есть, здесь Яаков вспоминает свой сон в Дейтеле и называет Всевышнего именем Эль-Шаддай, Дай, Дай-Дай-Енну, да, Дай-Достаточно, то есть, Эль-Шаддай это Всевышний в своей ипостасе, когда он имеет достаточно сил, чтобы выполнить любые свои обещания. И вот Всевышний открылся Яакову именно в Эриц Кнаан, в Эриц Исраиль, и сказал мне, вот, я делаю тебя плодовитым и умножу тебя, и дам тебя сообществом народов, и дам страну эту потомству твоему за тобой владением вечным. То есть, плодовитость еврейского народа, его способность размножаться, и обладевать землёю, она тоже связана со страной Израиль. Значит, и дальше начинается борьба за потомство. А сейчас два сына твоих, рождённых у тебя в стране Египет, до прихода моего к тебе в Египет. Мне они, Эфраем и Минаше, как Реувен и Шимон будут мне. То есть, с одной стороны, Яков резко поднимает статус, в еврейском смысле, конечно, и Йосефа, и его сыновей. То есть, если Эфраем и Минаше становятся так же, как Реувен и Шимон, то есть, они входят в число двенадцати колен Израиля, то таким образом, сам Йосеф приобретает статус праотца, он становится вот тем самым четвёртым праотцом, о чём он мечтал, Авраам, Ицхак, Яков, вы Йосеф, потому что дети Йосефа это двенадцать колен Израиля, входят в двенадцать колен Израиля. А рождённые тобой, которых родишь после них, тебе будут по имени братьев своих назовутся в наделе их. То есть, хитроумный Яков, с одной стороны, он резко поднимает социальный статус Йосефа. Йосеф как праотец, дети его как дети Якова. Ну, а собственно, будут ли какие-нибудь собственные дети у Йосефа? Да, будут. Рождённые тобой, которых родишь после них. Стоп. Утешение выглядит достаточно слабым. Давайте прикинем. Семнадцать лет живут, семья живёт в Эрецк-Наан. Пришли они на второй год голода, а Эфраем и Минаше родились ещё в эпоху сытости. То есть, двадцать или двадцать один, двадцать два года у Йосефа детей больше нет. Есть Эфраем и Минаше, других детей нет. И если двадцать лет детей нет, то очень маловероятно, что ещё какие-то дети будут. Таким образом, с одной стороны, Йосеф становится праотцом, с другой стороны, Йосеф становится как бы вот такой тупиковой веткой. Его дети будут принадлежать Яакову. Продолжается урок семейной истории. Теперь Яаков напоминает, что мать Йосефа похоронена в Кнаане, в Кнаане, а я при приходе моём исподана, то есть от Лавана, умерла на меня Рахель в стране Кнаан, по дороге, ещё немного не доходя Эфрат, и похоронил я её там, по дороге в Эфрат, он бейт Лехен. Значит, Йосеф напоминает, где похоронена мать, и увидел Исраэль, то есть всё, что говорит Яаков, возвращает его к национальным корням. И увидел Исраэль сыновей Йосефа и сказал, кто эти, вопрос, конечно, не риторический. Он очень похож на вопрос Всевышнего Кадама решён, после того, как Адам и Хава съели плод не от того дерева, не в том порядке и так далее. Помните, Всевышний спрашивает, где ты, Адам? Понятно, что Всевышний видит всю ситуацию и понимает, где находится Адам физически, за каким деревом он спрятался. Но суть вопроса, на каком ты духовном уровне. Ты выполняешь мои приказы или ты не выполняешь мои приказы? Так вот, вопрос Исраэля по отношению, значит, вопрос, заданный Йосефу про его сыновей. Кто эти? Значит, смысл вопроса в следующем. Йосеф, ты понял, что я тебе сказал? Ты признаёшь новый статус своих сыновей. И сказал Йосеф отцу своему, сыновья мои они, нет, я не признаю этот новый статус, это мои сыновья, которых дал мне Элогим здесь. И сказал, Исраэль сказал, возьми их, пожалуйста, ко мне, и я благословлю их. Значит, начинается следующий этап операции возвращения. А глаза Исраэля отяжелели от старости, не сможет видеть, и подвёл их к нему, и поцеловал, и обнял их. Сцена напоминает историю с благословением Исхака. То есть, вроде бы, Тора намекает на отсутствие физического зрения, и тем не менее, Яков прекрасно разбирается в происходящем. И сказал Исраэль Йосефу, видеть лицо твое не надеялся я, и вот, показал мне Элогин также потомство твое. Яков как бы говорит, ты отказываешься признать, что Эфраем и Минаша мои? Хорошо, пускай это твое потомство, и мы начнём по-другому. Я согласен, это твои сыновья. Йосеф пытается оторвать сыновей от деда, чтобы он благословил их на расстоянии, и сам он при этом оказывает отцу уважение. И отвёл Йосеф их от колен его, и распластался ему лицом к земле, и взял Йосеф обоих их, Эфраема в правую руку свою, с левой Исраэля, а Минаше в левую руку свою, с правой Исраэля, и подвёл к нему. Значит, мы помним, кто был первенец, да? Первенец был Минаше, и это говорящее имя, что Всевышний дал забыть Йосефу все огорчения, а второй родился Эфраем, и Всевышний размножил его в Египет. Значит, дальше именно вот в такой, в таком порядке и подводит их Йосеф для благословения, так, чтобы Минаше оказался у правой руки Якова. Тогда Яков скрещивает руки и кладёт правую руку, значит, и протянул Исраэль правую руку свою и положил на голову Эфраема, а он младший, а левую руку свою на голову Минаше, а он старший, умышленно положил руки свои, потому что Минаше пельденец. в чём дело? Исраэль меняет руки, первым должен быть Эфраем плодовитость, которая исходит от Якова, то есть вот от той самой истории, когда Эль Шаддай сказал и размножу тебя, сделаю плодовитым, всё вот это. Минаше, предающий забвению, второй, то есть в первую голову идёт плодовитость и вот этот вот успех, успех семейный, успех экономический, успех социальный, он позволяет не обращать внимания, а придавать забвению какие-то огорчения, которые по ходу пьесы происходили. То есть Яков противоречит Йосефу и меняет последовательность детей. И благословил Йосефа и сказал Элогим, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исхак, Элогим, пасущий меня с тех пор, как я существую со дня этого, Малах, избавляющий меня от всякого зла, благословит юношей и назовётся в них имя моё и имя отцов моих Авраама и Исхака и расплодятся как рыбы по множеству в среде страны. То есть Исраэль благословляет Йосефа, отбирая у него сыновей. Он хочет благословить их именем Элогим, но в этот момент он вспоминает, что всё-таки находится в Египте, за пределами верит Исраэль, и управление Элогим здесь не прямое, а через Малахов, посланцев. И поэтому он говорит, Элогим, пасущий меня с тех пор, точка, Малах, избавляющий меня от всякого зла, благословит юношей. И увидел Йосеф, что положил отец его руку правую на голову Ефраэма, и злом было в глазах его. То есть Йосеф видит, что вот это вот хитрое благословение, по сути дела, отбирает у него сыновей, потому что Минаше уже не первенец, а первенец он был у Йосефа, а теперь он не первенец у Якова. И увидел Йосеф, что положил отец его руку правую свою на голову Ефраэма, и злом было в глазах его, и поддержал руку отца своего, чтобы перевести ее с головы Ефраэма на голову Минаше. То есть это физическая попытка протестовать. То есть это натуральный бунт сына против отца. И он пытается силой заставить отца раздать благословение по старшинству. Он пытается силой перевести руки Якова в нужном порядке и дальше он осмеливается возражать отцу и сказал Йосеф отцу своему не так отец мой, потому что этот первенец положил руку свою правую на голову его и отказался отец его и сказал знал я сын мой, знал я, он тоже будет народом и он тоже возвеличится, но брат его младший возвеличится больше его и потомство его будет полно народами на открытое возмущение Йосефа отец отвечает четко и прямо я знаю что делаю ты лично можешь ассимилироваться и оставаться в Египте но твоих детей я возвращаю в семью и в страну потомство его будет полно народами колено Ефраем которое получит на дел на восточном берегу Иордана оно будет выполнять функции собирания искр святости со всех народов мира делая это верит Исраэль из благословения Яакова и благословил их в день тот сказав тобою благословит Исраэль говоря положит тебя Элогин как Ифраем и как Минаше и поставил Ифраем перед Минаше вот собственно отсюда и идет традиция благословения мальчиков сделает тебе Всевышний как Ифраем и как Минаше и сказал Исраэль Йосефу вот я умираю и будет Илогин с вами и вернет вас в страну отцов ваших знай говорит Яаков вся наша семья рано или поздно вернется в Эрис Исраэль иного не дано и дальше последнее что говорит Яаков Иосефу а я дал тебе шхем один дополнительно к братьям твоим который взял я из руки Эмори мечом моим и луком моим то есть даже ты ассимилированный египтянин премьер-министр при фараоне в конце концов вернешься в шхем именно туда откуда ты был украден и совершенно не случайно что именно в шхеме потомок Йосефа Яошуа бин-нун похоронит его кости после исхода из Египта и возвращения в Эрицисраэль и собственно то что Яаков дает шхем наследственным уделом Йосефа таким образом как бы опосредованно Яаков соглашается с поступком Шимона и Леви отомстивших за Дину что шхем был завоеван мечом и луком и в дальнейшем благословляя Шимона и Леви Яаков уже не против вот того что они сделали осуждая только их гнев что все то же самое только давайте делать спокойно значит ну завершение книги Берешет в следующую среду какие есть вопросы так что у нас появилось так да конечно заливные луга в дельте Нила это самое замечательное пастбище этот фараон последний гипсовский правитель Нижнего Египта очень может быть потому что следующий фараон уже не знает Йосефа это так сказать вполне можно уподобить смене династии внешние признаки неатрибутивны ЕСеф видимо ориентировался на государство типа третьей династии Ура коммунизм изнутри непобедим вот усомнюсь значит коммунизм непобедим если у него в сердцевине нет каких-то вот точек гниения которые разъедают искусственно созданную систему 20% с оборота нет простите это 20% не с оборота а 20% с дохода значит вот они получили некоторые урожаи и 20% урожая отдают фараону почему это 20% с выручки не с дохода а с выручки потому что часть урожая египтянин должен был отдавать и менять на рабочий скот часть урожая должен был менять и отдавать за инструменты дельскохозяйственные а вот все что остается после этого это и называется так сказать его доходом и вот 20% 20% они платили 20% с урожая это со всего того что было собрано это гораздо больше чем даже 50% с дохода который сегодня платится в Европе так мысль интересная и я пожалуй с вами соглашусь наверное так наверное так если позволите я еще хотел бы обратить внимание на как мне кажется интересный момент я его для себя понял только сегодня потому что раньше я понимал нечто иное я думаю что Йосеф является автором государственного рабовладения вот я сегодня так сказать благодаря вам увидел что на самом деле и в этом наверное была ошибка принципиальная Йосефа Йосеф создавал класс пролетариата это людей формально свободных потому что Йосеф покупал только у них землю хотя они предлагали себя купить но он покупал у них только землю таким образом формально они оставались свободны но напрочь лишенные каких бы то ни было средств производства то есть это в чистом виде класс пролетариата а вообще говоря наверное для того времени это было довольно смелое так сказать решение опередившее историю на две с половиной а то может быть на все три тысячи лет на все три тысячи лет да вы абсолютно правы а история творится как мы знаем так сказать не без участия мягко скажем всевышнего так что в некотором смысле это был ну я не буду говорить бунт против творца конечно это нет но это некоторое так сказать действие направленное против воли творца за что в общем-то Йосеф и был как мне представляется не поощрен по меньшей мере потому что в общем судьба у него тоже была по сути дела наказан да судьба не шаг потому что он где-то порядка 240 лет он меньше 220 лет он не был похоронен не был похоронен по человечеству был забальзамирован я только хочу еще добавить к вашему замечанию что оборот и будем рабами поро не имеет никакого отношения к рабовладению так как мы понимаем вот именно рабовладельческий строй потому что оборот я твой раб означает только то что я стою на одной социальной ступеньке ниже например ну так если эту логику перенести там скажем ко второй мировой войне командир полка является рабом командира дивизии понятно да конечно конечно именно это я хотел сказать не рабами они ни в таком смысле они могли быть только работниками совершенно верно он создал по сути дела класс пролетариата в классическом внимании этого слова да и капиталистические отношения капиталистические отношения да а сейчас скоро я привлек ваше внимание у меня вот вопрос Вопрос еще есть один. В начале сегодняшнего занятия мы говорили о том, как наставлял Йосеф своих родственников в отношении того, как им нужно говорить. Да, да. Просто Тора нам показывает, насколько это было важно для Йосефа. То есть ему было предельно важно. И проинструктировав братьев об этом деле, он все равно сам идет впереди и сам говорит об этом поро, и режиссирует вот эту встречу с папой. Так сказать, он делает все для того, чтобы все получилось именно так, как он запланировал. Ни под каким видом не иметь своих родственников рядом с собой, чтобы они не мешали ему делать вот эту египетскую перестройку. Понятно. Юрий, скажите, пожалуйста, напомните, я запамятовал. Когда и из чего мы делаем вывод о том, что у Йосефа возникла вот такая неординарная задача изменить Египет, привлечь народ Египта, так сказать, к вере в единого Бога. Просто напомните в двух словах, где об этом в Торе говорится. Сон Йосефа. Это сон Йосефа? Это какой? Первый, второй? Оба. Оба. Значит, он будет заниматься перестройкой общества, во-первых, находясь в Галуте, во-вторых, находясь среди пшеничной цивилизации, и он должен стать самым главным начальником этой цивилизации, ну, для того, как сказать, Тора открытым текстом это не говорит, но просто по-другому это нельзя объяснить, значит, для того, чтобы исправить человечество. То есть, понимаете, мы об этом говорили в самом начале, вот когда мы обсуждали конфликт братьев с Йосефом, что Всевышний ставит задачу создать на Земле более или менее приличное человечество. Всевышнему нужен собеседник. Значит, сначала он попытался это сделать один раз, в Ганн-Эдене не получилось, второй раз с Вавилонской башней, с потопом, второй раз с потопом не получилось, третий раз с Вавилонской башней опять не получилось, и тогда Всевышний задумался на тему, что надо сделать модельный пример – еврейский народ. А дальше внутри еврейского народа возникает некая дилемма. Ну, как известно, два еврея – это три политических партии. И вот Иуда и его братья считают, что да, конечно, мы должны быть примером для народов мира, но мы можем быть этим примером у себя в стране, так сказать, вот будем развивать свои дела и будем становиться таким образом модельным примером для народов мира. Иной подход – подход Йосефа. Вот надо пойти к народам мира и, живя среди них, устраивать им перестройку. То есть активно на них влиять, если, так сказать, Израиль в своей стране, он в некотором смысле пассивно влияет на народы мира, то есть он активен для себя, он активен для своей страны, но народы мира уже просто смотрят на него, могут ему следовать, могут не следовать, то позиция Йосефа – это идти к народам мира и занять там активную позицию, начать их вот ломать об колено и создавать новую человеческую общность. Вот, собственно, вся разница между двумя подходами. Это делается вывод, исходя из снов Йосефа, в которых нам описаны, в общем-то, отношения все-таки внутри семьи. Либо, если широко толковать, тогда нужно второй сон Йосефа толковать так, что ему нужно идти не в Египет, а идти в галактику, ибо звезды там появились на небосклоне. Все правильно? Нет. Ну вот, я так толкую, простите. Но на самом деле, картина следующая. То, что Йосеф пошел в Египет, понимаете, это сейчас для нас Египет какая-то там заштатная страна третьего мира, да? В те времена Египет – это было то же самое, что сегодня североамериканские Соединенные Штаты. То есть, пойти в Египет – это значит управлять галактикой. Это вот как раз самое крутое дело, которое можно было бы сделать. Понятно. У меня только единственная просьба, Юрий, все очень интересно, мы многому учимся, конечно. Единственная просьба – не надо говорить, что что-то у Всевышнего не получилось. Дело в том, что, так сказать, даже тогда, когда нам кажется, что что-то не получилось, это может быть просто замысел Всевышнего – научить через негативный пример чему-то. Понимаете? Нет, вот, простите, можно я вам возражу? Я обычно с вами очень согласен. Сейчас возражу. Раф Ури Шерке обращает наше внимание на то, что вот во время творения, вот когда были Ас-Арадьи Брод и первые вот семь дней творения, десятью лечениями создан мир, что Всевышний говорит одно, а получается другое. Становится, значит, тот Всевышний приказывает земле, чтобы она родила дерево-плод, то есть дерево целиком съедобное, а земля создает из себя плодовое дерево, то есть дерево, имеющее плоды. Это разные вещи. И на иврите «кмоза лобедюк» там каждый раз вот этот рефрен и стало примерно так. То есть становится не совсем так, как Всевышний задумал. И это относится не только к первым семи дням творения, но это относится и к вот этому развитию человечества. Вот Всевышний хочет, чтобы было определенным образом, а человечество уходит, так сказать, вполне своенравно куда-то в сторону. И этим самым Всевышний нас учит. Не бойтесь экспериментировать. Не бойтесь ошибаться. Бойтесь только одного – упорствовать в свои ошибки. Вот если вы хотите что-то сделать, стали делать, а у вас получилось не совсем так. «Кмоза лобедюк» примерно так получилось. Остановитесь, подумайте, оцените сделанное, внесите коррективы и действуйте дальше. То есть здесь вот этими своими делами Всевышний учит нас, что мы целям логим, что мы по его образу и подобию. И что если ему не стыдно было ошибаться и делать как-то, а потом исправлять, а потом переделывать, то тем более нам это к лицу. Вот. И это не я. Вот это не я придумал, но мне это очень нравится. Юрий, можно вопрос? Да, конечно. Во-первых, я хочу сказать, что я очень разделяю все, что вы сейчас сказали. И мне кажется, это достаточно очевидно. И не то, что это плод ваших, так сказать, фантазий каких-то. Нет, нет, вот это последнее, это не мои фантазии. Это я впишал. Нет, нет, это я просто хочу сказать. Об универсальности Торы, Тора все время кричит, что эта Тора универсальна. И как никто именно ЕСФ это чувствовал и понимал это. И это все действительно я очень воспринимаю. Мой вопрос, если вернуться в Байгаш, я все время спотыкаюсь. И вы не прояснили мне эту картину, почему это в 47 главе 9, когда Яков разговаривал с фараоном. Он перед фараоном, он должен был сказать, Баруга-Шем, как я счастливо прожил жизнь. Мне открылся Творец, он мне поставил мессианскую задачу. И дал все, духовное богатство. А он говорит о злых днях. Раим прям просто. Да, 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 именно так. Я это не могу принять. Малые и плохие были дни моей жизни. Раим, да, я не принимаю это и не могу понять. Если вы мне поможете какое-то объяснение дать, потому что это неадекватный ответ. Смотрите, смотрите, а теперь давайте вашу фразу только под другим углом зрения. Мы понимаем, что судьба Якова – судьба совершенно выдающаяся. И, так сказать, вот он смог достичь и материального благополучия, и построить громадную семью, и стать родоначальником еврейского народа. Так сказать, вот именно с Якова пошло это развитие вши. Уже, так сказать, на племена, на колено там и так дальше. То есть для нас, для взгляда потомков, для взгляда со стороны – это совершенно выдающаяся биография. А он говорит о том, что мало и плохи были дни, лет жизни моей. Может быть, это учит нас, что даже если человек, мы с вами, да, вот просто простой человек считает, что его жизнь неудачная, что его жизнь плохая, что он ничего полезного не сделал. Сам про себя он так думает, что в каком-то другом ракурсе, в глазах его детей, которых он родил, в глазах его будущих потомков, на самом деле его жизнь всё равно очень важна. Она занимает своё место вот в цепочке поколений и так далее. То есть, если Яков так говорит, что малы и плохи были дни моей жизни, то не надо пищалиться, то у нас всё будет хорошо. Если вы не ответили, ну, во всяком случае, утешили точно. Ну, я старался. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Почему Яков не вывел евреев из Египта, когда он был жив? У него такая опция, мне кажется, была. Нет. Не реализовал. Нет, и опции такой у него не было. А потому что, значит, я обращаю ваше внимание на то, что написано «И поселился Исраиль в стране Египет, в стране Гошин, и овладели ею, и плодились, и размножались очень». Значит, папа Яков в Египет уже приехал на руках своих сыновей. Он уже отошёл от активной такой своей деятельности. Если сыновья строят экономическое благополучие своих семей, там пасут скот и так далее, и так далее, то Яков уже лежит на кровати. И вот эти последние 17 лет он уже, так сказать, не очень активен. А его сыновья, получив замечательные пастбища, получив все условия для жизни, живут хорошо и, конечно, от этой хорошей жизни уходить не хотят. И поэтому у Якова нет никакой возможности, собственно, встать и уйти с детьми обратно в Эритскнан. Он только надеется, что в дальнейшем Элогим выведет всех из Египта. Вот это единственное, что ему остаётся. У самого уже нет сил. Я не могу с вами согласиться, потому что неделя, которую мы начинаем, она начинается в АЕФИ. АВАЕФИ означает, это активная, активная деятельность, жизнь. У него жизненность была. В стране 17 лет он не просто прозевал, а ВАЕФИ. Всё верно. И вот то, что я начал вам рассказывать, его главная и последняя жизненная задача в АЕФИ – это сделать так, чтобы его потомство вернулось в Эритскнан. Сейчас он сделать ничего не может. А вот дать благословение Эфраиму имя наше, значит, потребовать, чтобы его похоронили где положено, и, так сказать, благословить сыновей. Причём мы как раз в следующий раз будем говорить про благословение сыновей. Всё благословение колен Израиля будет связано с Эритскнан. То есть в далёкой исторической перспективе всё равно вы уйдёте в свою землю. Никаких великих дел в Египте не будет. Уйдёте. И вот именно этого ИСИ, вот этот вот потенциал на возвращение – это последняя задача его жизни. Вот так. Возможно, что сначала он пошёл по идеологии Йосефа, а потом в конце жизни понял, что она бесперспективна. Может быть, так можно объяснить? Я для себя как-то пытаюсь просто раньше так объяснял, что он воспринял этот универсальный характер, мессианский идею для всего человечества, и был согласен с её с этим. А потом понял, что это бесперспективно. Нет, не согласен. Вот почему. Ну, скажем, пункт первый. Собственно, сегодня мы обсуждали оба этих пункта. Пункт первый. Он не верит Йосефу на слово. Он заставляет его поклясться, что унесёшь меня в Марата Махтелла. Пункт второй. Он вступает в спор с Йосефом на предмет благословения Ефраема и Минаша. То есть он никаким образом не является последователем Йосефа. Он остаётся Яаковым. Я понимаю. Я имею в виду, что в конце он понял бесперспективность, и поэтому он вспомнил. А, в смысле, в первые годы жизни? А в начале он мог предполагать, что такой путь действительно возможен. Может быть. Вот здесь спорить не буду. Может быть. Но вот в конце, совершенно очевидно, он от Йосефа открещивается двумя руками. Да, да, я согласен. Привет. Спасибо. Юрий, здравствуйте. А можно вопрос? Пожалуйста. Это Александр Аврамович. Я там всё, что написал, я это снимаю. Меня вот заинтересовало, это с той дискуссией, что сейчас прошла, заинтересовало единственный момент. Это когда вы сказали, когда вы дискутировали о том, что Бог ошибается, да, и Его творения как бы не идеальны. Вот ваш ответ, меня, честно говоря, в ужас поверг. И меня тоже. У меня есть просто, есть, честно говоря, другое, очень простое объяснение. Конечно же, мир подчиняется божественным законам. И Бог идеален просто по определению. Но Бог создал мир таким образом, что вот миру присуща стахастичность. То есть, всё, божественные законы, конечно же, реализуются. И всё в идеальной форме. Но всё идёт через взаимодействие частей мира. А каждая часть идёт по своей траектории. И каждая имеет возможность как-то от этой траектории немножко отклоняться. То есть, то, что нам кажется неидеальным или ошибками даже Бога, да, на самом деле на большом расстоянии, там, временной на большой дистанции, всё, 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 как говорится, подчиняется идеальному закону. Но на короткой дистанции это вот выглядит как отклонение. Вот мне кажется, вот так вот объяснить. Не знаю, насколько путанное... Нет, нет, я вас прекрасно понял. Значит, вполне легитимное объяснение. Юрий, простите, пожалуйста. Да. Юрий, позвольте мне, вот, мне просто как бальзам на душу. Я думал, что я один такой, но слава Богу. Вот, простите, как мне хотелось обратиться к моему коллеге, который только что выступал. Александр, Александр. А, Александр. Александр. Да, знаете, значит, абсолютно, я разделяю ваше точку зрения, я бы её уточнил немножко. Всевышний – это по Лапласу абсолютный детерминист. Вот есть такое понятие, видимо, вам знакомо, Лапласовский детерминизм. Да, да, конечно. Он утверждал, что на самом деле всё в мире не случайно, но мы воспринимаем случайность просто потому, что мы чего-то не знаем. А не знаем мы, потому что наш разум по сравнению с разумом Всевышнего ограничен. И мы ограничены во времени и в пространстве. Совершенно верно. Да, и не надо, так сказать, вот, кстати говоря, вот так вот манипулировать фразой, что Всевышний создал человека по образу и подобию своему. Ну, подобие бывает, я об этом говорил, но, к сожалению, не всегда это понимается правильно. И заморфным, и гомоморфным. Гомоморфизм – это не идентичность, это включённость. И включённость – это тоже подобие. Если мы часть Бога, то мы тоже в этом смысле подобны Богу. Ну, волю имеем просто. Да, а изоморфизма между человеком и Богом не может быть никогда. Изоморфного подобия быть не может быть никогда. Совершенно согласен. Прозрачно и понятно. Он создал землю такой, чтобы она... Вот, подчёркиваю, вот эту фразу. Он создал землю такой, чтобы она произвела дерево не такое, какое он ей сказал. Это воля Бога была. Землёй реализована. Да, и поэтому, в общем, на основании того, что нам что-то кажется, менять концепцию Бога в смысле... Нет, нет, мы концепцию Хас-Вахалила, мы это ни в коем случае не делаем. Значит, Александр, напишите мне на мейл, я вам пришлю соображения по поводу Дней Творения. Или можете просто на сайте послушать самую первую нашу лекцию. О Днях Творения. Там вот об этом было более подробно. Просто сейчас уже нет времени, нас сейчас Натан будет выгонять с эфира. Вот. Это неприятно. Но там у нас нет времени ещё или нет? Да. Так что всем большое спасибо за участие. И в следующую среду мы с Божьей помощью завершаем книгу «Берешит». Всем до свидания. До следующей среды.